Виктор Сверидов обвинялся в вымогательстве 10 миллионов рублей и был приговорен к 3 годам лишения свободы. Однако в момент оглашения вердикта мужчина совершил самоубийство. Говорят, что у погибшего была четвертая стадия рака. Сегодня СМИ сообщили шокирующую новость. Экс-начальник управления автотранспорта в СИН покончил с собой прямо в зале Чертановского суда Москвы. Виктор Сверидов обвинялся в вымогательстве 10 миллионов рублей и ждал вердикта, находясь под подпиской о невыезде. Однако в назначенный день мужчина вдруг решился на отчаянный шаг. Во время провозглашения приговора подсудимый, находясь в зале судебного заседания, после того, как судья огласил назначенное наказание, совершил самоубийство, подтвердили в ведомстве. Сверидова приговорили к 3 годам строгого режима. Он был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 163 УК РФ, санкции предусматривает от 7 до 15 лет лишения свободы. Осужденный признан виновным в вымогательстве в особо крупном размере, уточнили в суде. Говорят, что защита Виктора пыталась смягчить срок, так как он страдал от онкологии. Причем его недуг перешел в тяжелую четвертую стадию, но сторона обвинения оказалась непреклонна. Впрочем, в Мазгарсуде уточнили, что погибшему вынесли приговор ниже низшего предела. Все планировали, что с учетом его заболевания, рак четвертой степени и наград, он ликвидатор Чернобыльской катастрофы, суд даст ему условно, делился адвокат Григорий Иванищев. По предварительным данным, погибшему как-то удалось пронести в помещение оружие. По словам же пристава Эдуарда Нефедова, при обыске у Сверидова нашли только емкость со спиртным, а рамка металлодетектора не обнаружила угрозы. Сейчас следователи выясняют обстоятельства произошедшего, в том числе проверяют ответственных за безопасность в зале заседания. Возбуждено уголовное дело по факту халатности. Как передают журналисты, жертвой вымогательств со стороны Виктора являлся экс-зам директора в СИН России Александр Сапожников. Мужчина обратился в полицию, заявив, что коллега угрожает ему обнародовать некую компрометирующую информацию и требует за свое молчание крупную компенсацию. По утверждениям источников, 10 миллионов свиридов собирался потратить на курс лечения.